В провизорных госпиталях Ак-Тюбе с каждым днем уменьшается количество поступивших с пневмонией людей и увеличивается число выписанных. Так, в тубдиспансер за один день поступает порой уже менее 20 человек. Хотя в самый пик пандемии медицинская помощь требовалась 120-140 больным в сутки. Большой объем работы выпал на долю врачей, которые стояли и стоят на краю борьбы с опасной инфекцией. Именно благодаря их труду динамика заболеваемости значительно снизилась. Многим пациентам провизорного госпиталя, который разместился в противотуберкулезном диспансере, удалось справиться с коварной болезнью. Это во многом заслуга врачей, которые в сложный период боролись за жизнь каждого. И за это пациенты благодарят медиков, которые, рискуя собственной жизнью, с честью выполняли профессиональные обязанности. Я попала в провизорный центр в воскресенье 12 июля. Было очень плохо. Но с первого же дня я почувствовала уровень медицинских работников, которые здесь трудятся. Самотверженность и преданность – вот далеко не полная характеристика их работы. Я находилась и нахожусь круглосуточно под пристальным вниманием. В любое время дня и ночи врачи находятся рядом. Медсестры выполняют любое пожелание и оказывают всяческую поддержку. Хочу выразить персоналу огромную благодарность и низкий поклон за добросовестный труд. А своих земляков хочу призвать к дисциплине. Важно соблюдать требования санитарного врача. Носить маски и перчатки. Соблюдать меры личной гигиены. Но и самое главное – нужно воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Не проводить семейные торжества и банкеты. Ведь не секрет, что многие подхватывают эту заразу именно на таких мероприятиях. Я начала болеть 10 июля. Поступила сюда в тяжелом состоянии. Попала в отделение к Султану Байжановичу. С самого начала ощутила на себе полную поддержку от медицинских работников. Нахожусь под полным наблюдением специалистов и уверена, что под таким присмотром я быстро выйду отсюда. Медсестры трудятся круглосуточно. Врачи просто стали уже родными людьми. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки они с нами рядом. Всегда интересуются состоянием. Выражаю им огромную признательность и благодарность. Сейчас мне стало намного лучше. Именно благодаря заботе и профессиональному отношению к делу со стороны медиков. Хочу призвать всех актюбинцев соблюдать меры предосторожности. По возможности самоизолироваться. И самое главное – не проводить семейных торжеств и праздников. Провизорный центр здесь открылся 23 июня и рассчитан был на 400 койко мест. А уже с 26 июня его расширили до 500 человек. На сегодняшний день здесь насчитывается более 340 пациентов и еще 10 человек в реанимации. Свой профессиональный долг выполняют 682 медика. Учреждение обеспечено необходимыми препаратами. Имеется 5 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких и 16 портативных аппаратов казахстанского производства. Кроме того, имеется 180 кислородных аппаратов «Боброва». Первое время, конечно, находились на 500 койках, 500 больных. Плюс еще реанимационное отделение рассчитано на 20 до 27,8 больных. На сегодняшний день первая партия больных, они излечились. Давно они уже реабилитируются дома. Три дня в неделю у нас ургентные дни, то есть понедельник, среда, пятница. Это экстренные дни, когда мы круглые сутки работаем, усиливаем. И первое время поступало до 120 больных, 133-142. А на сегодняшний день поступает 19-32. Это радует, это очень радует, что меньше стали болеть. К слову, из общего числа пациентов порядка 44% составляют женщины. Медучреждению активно помогают меценаты. Так, на частные средства были закуплены и переданы маски, перчатки и другой необходимый сегодня инвентарь. Среди поступивших больных львиная доля, ранее пролечив, начавшие лечение самостоятельно на дому. Какие антибиотики они принимали, некоторые сильно действующие антибиотики принимали там, и оно получается все равно с ухудшением. То есть без назначения у врача самостоятельно начали лечение. Вот, я обращаюсь к гражданам города и области, вообще с самолечением принимать антибиотики, гормоны и другие препараты, антикогулянты нет необходимости и нельзя вообще запрещать. Если есть участковые врачи, вы можете через них рекомендацию взять. Лучше с первого дня, когда появляются первые признаки, вы вызываете или звоните участковому врачу в режим онлайн, так, или вызываете скорую помощь, когда высокая температура свыше 38, так, боли в грудной клетке, кашель, одышка. Также врачи рекомендуют октябинцам воздержаться от проведения и посещения семейных торжеств и праздников. Когда начинается расследование болезни, как заболел, не выходил никогда из дома и потом посетил такое-то празднество родственников, получается быстро заражается. Тогда что, виноваты здесь будут доктора? Нет. Мы же говорим, все, и доктора говорят, и эпидемиологи говорят, и говорят лидеры общества, даже простые граждане, сохраните, посидите дома, находитесь дома. Медицинские работники стоят на передовой борьбе с опасной инфекцией. Во многом от их усилий зависит здоровье, а порой и жизнь людей. С самого начала пандемии актюбинские врачи демонстрируют высочайший профессионализм и уровень знаний, а также преданность делу всей своей жизни. Николай Сырбов, Мержанна Манжолов, телеканал Актюбе.